Друзья, мы начинаем очередной фильм, очередная запись. В данном случае она будет называться «Будний знаменитый питомник Железова Сергея Валерьевича». Когда-то я это начинал, когда-то мои сыновья, вот Артём, вот Сергей, вот главный контролёр, который говорил, хватит спать, вперёд, работать надо, травой зарастает. Бедные дети, это её внуки. Вот, это было, это было давно, вот Сергею 35, а представляете, начал с 14 лет, первый привыклый, сделал больше 20 лет старше. И вся жизнь впереди, и диплом агронома, сельхоз колледжа. Вот, давайте посмотрим, что такое настоящий питомник, а? Вы не против? Я буду листать всё подряд, где-то пропускать, где особо не о чём поговорить, а где-то буду говорить о самом важном. Вот. Дело в том, что всё не так просто, как хотелось бы. Итак, фотографии разных лет. Вот. Я хочу, чтобы это было не просто путешествие по лучшему питомнику России. Я не говорю о самом большом, он самый маленький, наверное. Вот. Но самое ценное дерево, самое здоровое, самое важное в мире, и по качеству плодов одни из лучших в мире, это питомник, расположенный в деревне Красный Хутор, Шушинский район, Константского края. Вот он рядом, Енисей. Там до забором ещё метров, наверное, 100-150-200. Вот. Зимой это морозе помогает, конечно, то, что здесь ещё, кроме прочего, ещё и микроклимат Енисей незамереждающий смягчает его на 1-2 градуса. Так, надо проверить, идёт ли запись. Ну-ка, идёт. Так что мы продолжим. Значит, ни в одном питомнике вы не увидите то, что будет. Ну, как так? Лучше питомники никаких последователей, никаких. У моих учеников нечто подобное есть, но они так себе дачники. Дачники. Вот. 10-20 бутылок. Ну, 50-100. Вот. Но масштабы пока ещё не те. А халтурщиков против одного этого питомника, вы поверите мне, Железову? Значит, вы потом скажете, а я не поверил. Вот. Я вот взял и не поверил. А вам докажите, что действительно это случилось. Случилось следующее. Около 200 подопитомников присвоили. Не просто фотографии с интернета, а само собой. Садов-то у них нет. Как это их выдают? А около 200 только мои фотографии. А значит, они самые качественные в стране и в мире. А как бы они на своих сайтах размещали именно мои? Вы скажете, не может быть. Масштаба невозможна такой халтура, что сотни питомников продают только эти, перекупленные у южных стран, а значит, облечённые на смерть все до единого. Вот. Ну, ничего, я могу подпорить на ящик, а не хухотить? Вот. Я, у меня есть такой помощник, друг Венурадного Алексея. Он сразу за один день нашёл и составил таблицу. Из 100 плодопитомников таблица есть. Я вам это хамуната, ещё раз. Вот. Кто засомневался, спорил, что я покажу вам эту таблицу. После этого прошло ещё лет 6-8. И постоянно попадались всё новое, новое, новое. А, кстати, последний вот он. Последний вот он сейчас. А где я дальше всё делаю, друзья? Это я готовлюсь... Это я готовлюсь к... Следующим вебинару, который скоро будет. Который скоро будет у нас в этом. Но это Казахстан тоже прошивки продают. Вот. Ой-ой-ой. Как же мне он идти теперь? Чтобы не быть голословным. Самый последний будет вот так. Это мои материалы к вебинару. Ровный дизь, ровный дизь, чтобы я не был голословным. Это, кстати, тоже халпура. Вот. Якобы на Урале растут гектарины, черешни и персики. Это ещё промышленно встали. Представляете, наглость. А вот он, видите? Это где-то 180-й или 200-й плодопитомник, укравши мою фотографию. Так, подвернулось. А мы с вами возвращаемся и продолжаем путешествие. Мы с вами всё пока увидели. Одну и первую пока. Ну, прокомментирую. А ну, какой чёрт, оно нам надо. Вот эти бутылки. Под ним день идёт за два, за три. Месяц идёт за два, за три. И только с этого питомника они практически не умирающие садятся, потому что они успевают вызвать за короткое сибирское лето. Вы знаете, в чём причина массовой гибели? Ещё не только в том, что с юга привезли. Можно и в Сибири вырастить. Привить в апреле, в мае. В зиме они не вызревают. И гибнут массово. А кто об этом знает? Я и теперь вы. Ну что, пошли дальше. Уже один секрет знаем. Бутылки, под которыми день идёт за два, за три. Это всё привитое саженцы. Вот, если это было где-то лет пятнадцать назад, ну хорошо, двенадцать, тринадцать лет назад, то я вам одно скажу, ребят. Вот, с тех пор ничего не изменилось. Авторитет не потерян. Почему? Сегодня у нас 24 апреля. Уже две недели назад было объявлено. Саженцы, все питомники Железова уже не моем, а Сергея Железова, сына, проданы. Вот, это значит, что... А, кстати, есть люди, которые приезжают каждый год. Вот. А они каждый год не так ездят. Ага, погибли, давайте ещё. Нет. Выжили, дали урожай. Хочу ещё, хочу ещё. Многие не могут остановиться. Мы же живём где? Ну, я посуду про Минусинскую котловину. Мы живём в Минусинской котловине. Здесь особый климат. И всё, что растёт тут, всё на Боросоких подвоях, может жить Абакан, Минусинск, Шушенска. Вот в этих пределах это рай. Ну, а дальше уже давно выползла. Разошлось по всей России. Но это были другие фильмы и будут. Ну что, листаем дальше? И так, путешествие по питомнику. Заметьте, не по саду, а по питомнику. Вот. Ну, сало как сало, чё я пробую. Ну, чё тут непонятно-то? А видите, тут есть замота саженицевого этого. Там тут большой здоровенный ком земли. Вот. Половина врачи в горшках на продаже на месте. Вот это есть на месте. А те, которые в сумках, вот эти беленькие, беленькие, чёрненькие. А это уже с кома в земле. Ну, ком такой хороший, плотный. Вот. Первым с кома у него уезжает. Значит, в горшках одни были, без горшков другие. Но назвать их ОКС, открытая кардивай-система, невозможно. Почему это всё с кома в земле уезжает. И ком не меньше, чем в горшках. Ну, как? Вот. Могим, если хотим. Представляете, я вам обеспечена чуть ли не словечная жизнь. А! Принцип. Всё ещё буду говорить, говорить и говорить. Вы видите, что у каждого по одной трети отрезаны эти. Кстати, это, скорее всего, осень. А, да, 1 сентября осень. Вот же эта дата. Вот. Значит, несмотря на то, что в горшках, горшки будут аккуратно разрезаны. Выращено это в горшках. Вот. Белое пятнышко, видели? Они даже вот на этом втором, и тот чуть-чуть видно. А вот этом чётко видно. Реодно будет смотреть на юг. Если бы были голые корни, значит, белое пятнышко означает границу земля-воздух. Важнейший момент. Грушу закопаем на 2-3 сантиметра выше, умирает. И никто этого не знает. А я долблю, долблю. Я снимаю 4800 какой-то фильм. Представляете, что творится? И бесполезно. Сказать, сколько фильмов снято? Не хотите посмотреть? За стулья взялись. Воленол обсунули. Всего 21 тысяча подписчиков. Вот. Позвольте представиться. Меня зовут Олег Константинович. Фамилия моя Железа. Я хочу, чтобы... Стоп. 4900 тысяч. Ох. Уже 4900. Тысяч видео. 4900. И всё это вы... Нет. Есть люди, которые хвастаются, что их все видели, но это за много лет. Вот. Ладно. Возвращаемся. Зачем возвращаемся? А вот зачем. Итак. При пересадке обязательно... А уже Сергей заранее отрезал третью часть. Чтобы не было соблазнов. Ой, мы сами отрезаем. Да вот иди-ди-ди-ди-ди-ди. Ага, хрен. Даже те, что выросли в горшках. Вот так горшок будет разрезан. Это может быть острый нож. Это может быть ножницы по металлу. Чик-чик-чик. С комом высунул. Поставил. Наметил юг-север. Видите пятнышки? Вот она, гора тюшки. И вот отсюда. И не просто интерес. А просто невероятнейшая. Единственный во всей России авторитет. Будь-другому такого нет. Я не скрою. Каждый 20-й саженец, это моя статистика, биолокаточек. Попадает в так называемые геопатогенные зоны. Или по-простому в его места. Если по-русски говорить. ГРПЗ, геопатогенные зоны. Ничего не спасет. Это статистика. Это может быть каждый 20-й. Может быть все 10 попадут в ГРПЗ. Если она там несколько десятков квадратных метров. Все бывает. Но если это исключить, погубить их невозможно. Это саренцы железовых. Ну, кто-то небрежно закопает корневую шейку. И прощай, Вася, прощай. И дерево. Человеческо лет умрет. Особенно груши и абрикосы. Ну, все. Путешествуем дальше. Царство небесное, не ваня. Вот уж не давало отдыхать. Сядет и сидит и смотрит на них. На Сережу и на Артема. И попробуй только присядь. Сразу получишь. Это та самая старая школа. И мне попадала. Санкт-Петербург. 100 кон, 100 членов, 100 царцев заказов. Здесь Сергей Двачевский делал вот этот ящик. Самодельный ящик делал. Вот так упаковал. 100 штук отректировал Санкт-Петербург. Когда на следующий год пришло заказы еще на 100, стало ясно. В подробности не вникал. Но если бы у тебя первая сотня была бы высажена и вдруг погибла до следующей весны, что бы это значило? Правильно. Это значило бы, что это халтура. А зачем человек еще сотню заказал? Догадались? Значит, первая сотня жива. Варина прививок меня спрашивает. И так как очень много работы, в среднем уходит на это месяц, начинать приходится фактически зимой. Вот так вот, фактически зимой. Я некоторые пропускаю, потому что я их комментирую. Ну, я могу сказать. Захочу, но знаю, а это же сайденс, который не был куплен у Сергея вовремя, годом раньше. Ну, побрезговали, так бывает. Сергей продается на месте. Ай, ну и вон. И после того, когда им побрезговали, он взял и вот так засвел. Я мог бы, и Сергей мог бы. Это самый честный человек на свете. Я пробовал заставить его не халтурить, нет, а расширить. Это потом, если дойдет до этого, я вам покажу. Там, где он оказался еще честнее меня, потому что не поверил, что можно продавать не годовалое в горшках, а даже месячное. Ну, как не поверил? Боюсь. Боится любого замечать. Боится любой обиды. 2009, я не знаю, что такое. А здесь что? Захотел бы это. Любой мог назвать, что-то колновидка. Любой. Внимание. На планете нет ни одной колновидной груши, ни одной колловидного априкоса, ни одного колновидного персика, ни одной колловидной нектарина, ни одной колловидной сливы. Поняли? Ни одной колловидной вещи, ни одной колловидной черешки. А продают, блядь, я уже материться сейчас сочту. А продают их. и продают, и продают. А люди верят в лапшеты. А Сергей никогда себе такого не позволит. Некоторые я пропускаю, потому что это уже агротехника. Посмотрите сюда. Это в отчаяннейший момент. Эти привитые груши имеют особую форму. Их строение скелета, строение листьев, наклон листьев, ребра жесткости, чтобы они вот так вот были. Дело для того, чтобы не было попадания влаги на штамп. Он сгнивает довольно быстро. За 5-10 лет взрослое дерево уже полносящие сгнивает, сгнивает только из-за того, что дураков столько набрало, что любимое занятие это раскрывать крону, раскрывать крону, делать чашу, прорежать, осветлять. Все это дурь, которая довела до того, что деревья гибнут миллионами, особенно груши. Вот она истинная. Видите сухой штамп? Видите сухое основание? Идем дальше. Это схожность абрикосов и косточек. Ну, что тут? Видели, да? Вот. И еще и вот сейчас скажу, ребята. Сейчас заканчивается сезон этих самых, как их называют. Не могу я не упустить момент. Я все собираюсь серию фильмов создать под названием «Налетай подешевело». А может быть, это и будет первая серия из этих фильмов. Посмотрим. Дело в том, что я здесь рекламу не хотел говорить, но жизнь заставила. У меня заканчивается сезон, а сезон заканчивается, а не заканчивается. И в то же время у меня остается тысячи-тысячи косточек. Смотрите, я сделал такое объявление. Где на нее можно посмотреть? Ну, может быть, вот в этом каталоге. Мы до каталога доберемся, может быть, только не сразу и не в этом фильме. Вот. Каталог уточненный. Я сделал вот эту самую. Тут цены довольно приличные. Косточка абрикоса 25, косточка персика 30 рублей, косточка вишни, там, черешни. Нет. Вишни 20, черешни 30. Ну, солидная цифра. Вот. Солидная цифра. Видите? Солидная. В отчаянии, чтобы не выбрасывать, я скинул цену практически в два раза. Итак, черенки теперь половину стоимости. Вот. Половина. Почему? Потому что в среднем персики 300 рублей, черенок, ветка. А по 200 рублей все остальные черенки. Я скинул цену в два раза до 100 рублей. Видите? Вот. Все, что не... Это уже, уже дни запускать не буду, потому что я изувечил деревья. Из принципа сожгу. Я изувечил деревья. А в этом году в два раза меньше берут, чем в прошлом. Почему? Не нужны? Руки опустили все, люди. У миллионов мертвые сады сейчас прямо. Уже ни во что не верят. Коточки-абрикосы свежищены 15 рублей. Но это не все. Вот вы посмотрели этот фильм? Значит, наши люди. Кодовое слово. Я гость. Значит, вам будет вот эта цена предлагаться. Два раза меньше. Полтора раза меньше. Пожалуйста. И вот это будет. И у вас получится что? Да вот такой же питомник у вас будет. Поняли? Вот. И вот такая схожесть у абрикосов. Все взошли. Ну вот скажите, где-то увидели хоть проплешину где-то от него зашел. Идем дальше. Кое-что пропускаю. Ну, раннее плодоношение. Я ничего хорошего в раннем плодоношении не вижу. Я хвастаюсь только так. И вот. Привил на двухлетний подбой. Взял веточку с молодого взрослого дерева. На второй год жди уже урожай. Хорошего мало. И сам не отрезал ни это, не выщипываю цветочные почки. И вас ругают, если кто-то выщипывает. Ну, так и сложилось, что там на каждом десятом появляется по одному-два плода. Ну, и счет с ним. Вот. А на остальных даже цветы и тебе просто это называется пустоцвет. И пусть развивается дерево, а не урожай. Поняли меня? Вот. Поэтому давайте так. Продолжаем это дело. Вот. Минимальное вмешательство в этом же питомнике. А, ладно. Эту грушу тоже. Эту грушу взяли и отказались купить. Отказались купить двухлетку. Осталось питомник. На третий год ее с руками оторвали. Ой, видели, как увидели вот это чудо. И с руками оторвали. И смех, и грех. Вот. Это приготовлено. Есть такие клиенты. Все покупают. Все, все, все. И с ценой не считались. И, пожалуйста, вот вам результат. Вот. Посмотрите. Ну, специально этого не делалось. Ну, уже нечего было продавать. Верси, в смысле, не хотели, не так искать, не хотели покупать. Верси, на третий год уже бедная засвела, заплодоносила. Наконец купили. Ну, все, продолжат два года в чужом саду росла. Передишь пересадка. Пересадка это та же операция. Вот это чудо, видели? Давайте сравнивать. Как вам? Вот. Это дерьмо продают по всей России. Поняли? А люди берут, они думают, что с этого что-то вырастет. Ужас. Как не стыдно. А, стыдно. Виделось написано? Название это, да, название питомника. Еще, это, приятного аппетита. Колновидная груша. Вот. Это, как бы назвать, это не колновидная груша, а псевдо-колновидная груша. Долго об этом рассказывать. Результат такой. Если вам когда-то купите вот сто штук саранцев, если вам повезет, на двух из них будет три груши. Подчеркиваю. Сотню купите, на двух из них будет по одной, по две груши. Вот. А это все заманивают. Деньги, говорят, девать некуда людям. Вот они и верят. Вот. Вот, пожалуйста. Это мои записки, Северный сад. И здесь еще не хватает. Здесь еще новая книга есть у меня. Эх, под рукой нету. А, ну, знаете, где есть? Вот в этом каталоге. Вот в этом. А, вот он. В этом каталоге есть третья книга. Ну, по же случаям. Все-таки редко-редко, но удается буквально уговорить. Это уже закончилось. Есть электронный вариант. Вот. Это заканчивается. Осталось 10-20. Вот. Ну, зато есть бумажный вариант. И электронный есть. Так. И, наконец, кстати, есть моя складема книга, но только электронная. Видели? Вот. И, наконец, брошюры, да, 4 брошюры 200 рублей. Ценнейшая брошюра все самое ценное собрано. Заменяют сотни книг, изданных до того. Вот. И, наконец, вот она, тайна для избранных судьбой. Садоводство для избранных судьбой. Тайна плодовых деревьев. Вот она, вот она. Еще есть диски. Если взять эти диски, если взять студента первого курса, выучить его только по этим дискам, не отдавая лекции, ничего, только вот включил компьютер этот диск, раз, и плюс научил его уже в реальном саду. Еще раз. Институты, университеты, академии должны срочно перестроить работу уже с этого года всем студентам в сельхоз, вузах сразу, 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 где мало земли. Сотка, где много земли. Две сотки, в Сибири пять соток. И пока он не вырастет, не доведет до плодоношения, сад посаженный своими руками, никакого хрен диплома он не получит. Теория. Вот она. Еще раз. Не нужны эти, эти самые лекции, студии. А, вы еще знаете, почему не нужны? Преподаватели этого не знают. Ну, так же получилось. Ну, так бывает. Они этого не знают. Это новое садоводство. Вот. Ну, ладно, это уже другая опера пошла. Давайте теперь опять вернемся, где были. Итак, мы поговорили о чем, о чем. Мы поговорили о том, что теперь, теперь люди будут знать, чем отличается это от этого. Можно купить вот эти книги, листают дальше. вот это выглядит корнем. Больше не удается еще глубже копнуть, уже физически невозможно. Но, даже имея этот корень, это выкопано из этого, из питомника. это редкий случай, когда Сергей продавал. Редкий, редкий. Почему? Ну, продавал такие, допустим, рублей по 500, по 700. Оно там и стоит? Конечно, стоит. Если у родителей в 2024 году дал 40 с лишним ведер, а продалась, нет, это цена. 500, 700 рублей. Потом он прекратил, потому что стоит ее привить, а приживаемость высокая, значит, получается полторы-две тысячи. Поэтому от него не дождитесь. Единственное, что может быть, я со своей племянницей небольшое количество выращивания привитых, раз Сергей отказывается продавать вот такие непривитые, которые могут дать 40 ведер за сезон. Ну, может, своей помощью она вырастет сотню-две. Но все равно косточки стоит все равно выбрасывать. Идем дальше. Вот. Ну, вот он начинал как? Привал прямо в горшках, прививал, 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 привил, накрыл бутылками и тут же закрыл снегом. Ничего страшного, это минус 3, минус 5. Вот. А потом все равно снег расставил, все закопал до уровня запады с землей. Вот. Вот, пожалуйста, я не болтал. А потом бывает, как оно, апрель-май опять завалит снегом, дай что с ним. Так, там уже все нормально растет, развивается. Вот, никакого позора, никаких, чтобы, как я, помните, я его допросы строил, а может один из сотни соплеть. Может. Попробуй чуть глубже посади, вот так уже соплевает. А тут массовые посадки. Ну, один из сотни. Они как 99 из 100, как полагается в нашей стране, которые, я когда сказал в стране дураков, на меня обиделись. Вот. Пришлось извиняться. Нет, не в стране дураков, в стране наивных, хороших, добрых, но наивных людей. Пожалуйста. Если уже, тут вы видели, да, вот тут маленький коробочку, где саженец продавался, сравнивайте. Вот. Ну, это семейная сценка. Девочка попросила не вырубать вот этот манджурский абрикос. Сказала, папа, не вырубай и всё. Вот. Почему? Ну, захотелось и всё. Да, он их вырубает и вырубал уже, наверное, несколько десятков. Даже таких. Я вырубал, выпилил 30-летние, на вебинаре покажу, а он такие вот места занимает, тут полпитомника можно разместить. Вот. Саженцы, это я придумал, саженцы плодовых деревьев между стандартов. Это единственное место в России, где продаются саженцы мировых стандартов. Вот так вот, ясно? Единственное в России, без всякого преувеличения, до мировых стандартов. Ну что, наше путешествие остановим на этом, на этой фотографии. Ещё потом поздоровимся с Александром Савинич, это тоже член моей бригады, моя ученица и без пяти минут кандидат наук. Вся надежда на неё, я ей сказал, помогая раскручиваться, вот, уже получила звание, ну, сотни работ, только студентка, красодипломница, путинский этот самый стипендиант, вот, ещё прошло два года аспирантура, и вот уже, она уже теперь, у неё теперь государственная премия по Красноярскому краю, это не шутки, вот, я ей сказал, Лена Санна, вот, сколько они будут, это самое, они, это чиновники, сколько они будут пренебрегать талантливыми людьми, которые надо через две ступеньки, через три, вперёд, вверх, поднимать садоводство, уникальные люди, вот, бригада сидит, забрали вот эту тройку, ну, ещё я пару фамилий называл там, допустим, Макарова там, это самое, Рыкалин, ещё несколько фамилий, забирайте их в Москву, они вам сразу там всё на уши поставят, вернее, наоборот, с ушей всё на место вернут, но забирайте, не жалко, отдаю, со всем этим добром отдаю, пусть прославят Россию, а то всё как каждый год все эти лауреаты почему-то это самое, с Америки, с Америки, что у них, сады лучше этого, фу, всё, проехали, я закругляюсь, высказался, а пусть это будет первая серия, ещё не знаю, как назвать, или прогулки, или это самое, путешествия по питомнику, или может быть первая серия этих, под названием, если я рассказывал, а тогда ещё, знаете, повод нужен, вот этот повод такой, вот это вот есть каталог, да, вот это каталог, значит, и так, подешевело, ещё раз, вот, налетает, подешевело, заказывайте семена, черники, косточки, книги, диски, самодельные, ножи, но лучше, чем магазинные, привычные ножи, пожалуйста, вот, и тогда получается, что, я могу теперь, с истой совестью назвать, налетая, подешевела, северя, за номером раз, а потом будет, номер два, номер три, и так далее, хочу, успеть спасти, хотя бы, всё, что можно спасти, я имею ввиду, что, семена на статификации, не просто, ещё полежат, они уже всходят, а потом начнётся, перерастание, и помойка, или как, нет, или помойку, я их выбрасываю, у меня специально есть, этот самый, яма такая, вот, в деревне, я же не выбрасываю, бытовые сходы, как дурак, всё идёт в дело, кроме пластика и стекла, ещё раз, я не выбрасываю, как дурак, всё, остальное узнаете, со следующих серий, и так, первая серия, налетая, подешевела, наверное, так я и назову, всё, до следующей встречи, и така, как дурак, всё, как дурак, делиться,